Прежде всего я хотел бы поблагодарить руководителей магазина и руководителей этой программы замечательной, где проходят эти встречи за вот это приглашение. Прежде всего, поскольку действительно буквально завтра будет вот эта дата, которая отмечается, как раньше бы сказали, всем прогрессивному человечеству. Но на самом деле этот юбилей, 100-летний юбилей, он не лишен определенной двусмысленности, то есть его проведение было связано во Франции и в России с целым рядом таких историй. То есть во Франции была долгая полемика по поводу этого, то есть полемика центральных газеток по поводу этого юбилея, отмечать 100-летие Камью, то есть включать 100-летие Камью в день, там такой есть календарь национальных, то есть государственных, да, который отмечает все государство и так далее. Или не включать все-таки этот юбилей. Были разные точки зрения. На самом деле, вот эта история, она имеет некоторую такую предварительную историю, поскольку недавний президент Николай Сарказин, который блеснул своим таким культурным багажом, и в какой-то момент решил, что прах Альбера Камью, он должен был быть перенесен в пантеон. То есть таким образом Альбер Камью действительно стал такой национальной святыней, ну, наряду там с Вольтером или с Руссо. Ну, и опять же, в отношении к этой инициативе были разные точки зрения. По-моему, все-таки победил здравый смысл Альбер Камью остался, где он и должен был остаться. Вот в том местечке, в Лор-Морене, где он там проводил последние годы жизни и готовился к новым горческим начинаниям, то есть в каком-то таком семейном, можно сказать, фамильном окружении. То есть Камью и сторонники, точнее говоря, противники того, чтобы Камью оказался в пантеоне, они все-таки сумели, и это, мне кажется, одно из главных достижений всех этих празднований, оставить Камью как бы не в пантеоне. То есть не записать его абсолютно в историю и оставить его таким живым, не пантеонным писателем, то есть не умершим писателем, мне кажется, это главное такое достижение. В России празднование Альбера Камью тоже осуществляется, организованы Дни Альбера Камью в России, в Москве и Петербурге. В рамках этих дней проходят различные мероприятия, я вот опять раз выражаю очередную благодарность Викторе, что вот она угадала это, поскольку действительно целый ряд мероприятий в России, главным образом в Москве и Санкт-Петербурге проходят выставки, конференции, в Москве будет конференция в конце ноября с достаточно таким интересным научным и культурным составом. И в Петербурге будет 2 декабря интересная конференция, я всех вас приглашаю, Альбер Камью и Россия, да, вот будет так называться конференция, которая будет проходить в Петербурге 2 ноября на факультете свободных искусств и наук Санкт-Петербургского университета в дворце Боблинских. Конференция небольшая, но, с моей точки зрения, очень интересная. Будет выставка в французском институте. Вот, таким образом, я рад, и еще раз теперь уже благодарю вас всех, кто здесь присутствует, кто каким-то образом вспоминает Камью в этот важный день, и я не совсем еще точно понимаю свою собственную задачу, то есть это лекция, но я вижу здесь, мало вижу, как мне кажется, студентов, ну, по крайней мере, вижу своих двух бывших студентов, видимо, они что-то не добрали во время наших занятий и решили, как бы, что-то еще услышать про Камю. Вот, и поэтому, на самом деле, я предложу несколько таких сюжетов, которые смогу, если возникнет интерес, развить. Вот, но главная такая направляющая линия, это вот этот заголовок, немножко вычурный, роман «Его двойник». Роман «Его двойник» имеется в виду что? Имеется в виду, в первую очередь, знаменитая лекция одного из писателей Франции, который был современником Камью, но писателем был совершенно иного склада. Имеется в виду, он Таняна Артон, театр и его двойник, да, книга, которую Камью студировал, приступая к работе над чумой, и особенно в этой книге Камью интересовал раздел «Театр и чума». Да, театр и чума, да, понятно, да, вот это, то есть там было целое такое собрание различных книг, и среди прочих книг, которые сподвигло Камью на замысел чумой, был Антонин Артон. Напомню вкратце, что у Артон театр и его двойник, двойник – это реальность, да, то есть на самом деле, как бы, театр – это и есть наше подлинное существование, то есть театр – это и есть такой способ существования, в котором человек может раскрыться, или, по крайней мере, человек может действительно обнаружить те возможности, на которые он даже, может быть, себе не подозревал, да, это театр. А, соответственно, реальность – это жалкое подобие того, что может человек в театре, да, и отсюда мой такой главный методологический ход, что Роман Камью тоже представляет собой, представляет собой некую игру с реальностью, Роман Камью предполагает некоторое отношение с реальностью, и это отношение, оно не сводится, вот буквально, было бы это, наверное, глупо, вот к тому, о чем говорил Арто, но, тем не менее, вот проблема Камью как писателя, проблема Камью как романиста – это, как бы, вот, сохранить связь с реальностью, с одной стороны, но, с другой стороны, создать абсолютно другую реальность, в которой человеческое существование способно раскрыться, ну, каким-то даже нереальными своими возможностями. Вот, вкратце, представление темы. Но начать я хотел с другого, и с конкретного такого эпизода, связанного, или имеющего место быть, в романе «Чума». В романе «Чума», а роман «Чума» принес Камью всемирную известность, и после романа «Чума», вот, во Франции появилось слово «бестселлер». Вот, именно в связи с романом «Чума» Эльбера Камью, который вышел в 1947 году, то есть появилось англо-американское слово «бестселлер». Вот, Камью тогда уже выдвигался на Нобелевскую премию, будучи совершенно молодым человеком, и мало кому известным писателем, помимо Парижа, но роман приносит ему всеевропейскую, можно даже сказать, всемирную известность, учитывая огромный интерес, который вызвал этот роман на Средневековщиках Америки. Так вот, в этом романе есть одна сцена, которую я предлагаю всем вспомнить, сцена очень характерная, и эта сцена, она может пролить такой свой свет на ту линию жизни и творчества писателя, по которой я всем предлагаю пройти, чтобы вместе вспомнить Альбера Камью в канун его столетия. Речь идет о том пассаже во второй части романа, в котором доктор Рио заходит в гости своему товарищу по борьбе с убийственной введением Жозефу Грана. По дороге оба товарища немного выпивают, и Гран решает открыться доктору, то есть рассказать, какой такой таинственной работе он предается вечерами, не смущаясь оставлять своих товарищей из санитарной бригады, которые борются с чумой. Так что же, во что выливается вот эта исповедь, немножко навеселее, немножко такой под грустью, исповедь Жозефа Грана. Оказывается, что вечерами, несмотря ни на что, невзирая на то, что за окнами дома бушует вот это самое смертоносное бедствие, на которое вносят десятки, сотни жизней, Гран, Жозеф Гран, скромный служащий Миле, пишет великое произведение искусства. Великое произведение искусства. На меньшее он не согласен. Это должно быть именно великое, грандиозное произведение художественной литературы. Шедевр или Гран-дерва. Отсюда фамилия Грана. Грана – это писатель-дилетант в исходном значении этого слова. Он скушает удовольствие от занятий литературы, от занятий искусства. Вместе с тем, как может показаться этим чудаком Граном, движет невероятные силы жажда признания. Он хотел бы, как он сам говорит доктору Льё, чтобы рукопись, чтобы когда рукопись окажется в издательстве, редактор прочел бы ее, не отрываясь, а потом, я уже цитирую, встал и сказал бы, обращаясь к своим коллегам, «Господа, шляпы долой». Это шляпы. Это была цитата. И вот выслушивая эту инфантильную мечту Жозефа Грана, доктор Рью, Рью, несмотря на то, что в его фамилии слышится слово «смех», Рью, да, Рью, то есть доктор Рью, человек, который может смеяться, но в данном случае не смеется, но также человек, который во всей этой истории выполняет некую роль, я не скажу, Бога, но тем не менее такого всеведущего рассказчика, поскольку, как в конце выясняется, если вы помните роман, именно Рью, оказывается, признается, что это он автор этой хроники, из которой складывается повествование этого романа. Итак, Рью – это не только рир, смерть, это еще и дьё, рьё – дьё, то есть всеведущий, всезнающий, такой хроникер, который в данном случае не смеется, хотя первую его мыслью он записывает в своей хронике, и здесь вот как раз сказывается некоторая такая ироничность, юмор, так вот, первую мыслью доктора Рью после признания экрана было совершенно здравое, он же доктор, соображение о том, что редакторы в издательствах вряд ли сидят в шляпах, то есть к тому, что шляпы долой, ну, они же лишь шляпы, с непокрытой доловой, но не это соображение доктора Рью обнаруживает невероятную силу безумия, которая движет начинанием Жозефа Грама, бьющегося над созданием неведомого шедевра. Здесь я сделаю отступление, вот мотив неведомого шедевра, восходящий к Бальзаку, безусловно, он очень важен для Камюн. В совершенно замечательном сборнике «И знания и царства» есть новелла под названием «Пионер» или «Художник за работой», где человек, писатель, один из самых таких трогательных, что ли, автопортретов Камюн, как бы вот бьется для тем, чтобы отвоевать место для творчества, место и время, никак у него не получается. В конце концов, он забивается на какие-то там антресули и что-то там пытается писать. Я думаю, что всем понятна эта ситуация загруженности, занятости, тем более публичного человека, писателя и так далее. И вот этот неведомый шедевр, на котором он бьется, на самом деле, оказывается, вылился всего лишь в два слова, которые потом были обнаружены после окончания всей этой безумной истории, были обнаружены на листочке, в которой постоянно вот этот бумагомаратель, то есть два французских слова, «Solidaire» или «Solitaire», то есть вместе со всеми, солидарный или одинокий. «Solidaire» или «Solitaire», то есть вот этот неведомый шедевр, над которым бился один из персонажей Камю уже поздней его работы сборника «Знание царства». И в сущности Жозеф Грант тоже бьется над созданием такого неведомого шедевра, за которым, на самом деле, по большому счету, ничего не стоит. Так вот, в действительности, как мне представляется, Грант жаждет не столько признания, сколько исключительного совершенства своего произведения. Он хочет, и вот здесь вот я как раз выхожу к этой теме романа и реальности, он хочет, чтобы его письмо в точности соответствовало тому образу, который засел у него в голове. Вот почему он листок за листком исписывает, исписывает, пишет и пишет, бесчетное количество раз повторяет одну и ту же фразу. Я вот эту одну единственную фразу, которую переписывает, переставляет слова, я ее прочту вам в своем переводе. Одним прекрасным утром в мае месяце элегантная амазонка, сидя на великолепной игреевой каббалиц, каббалицы нес ласку цветущим олеем Булонского леса. Все. Вот так же, как «Солидея солидея», некая такая дилемма, так же и здесь всего лишь одна фраза, над которой бьется этот художник, неведомый художник, потому что он действительно остается никому неведомым. И вот в образе этого художника, Жозефа Грана, есть с одной стороны автопортрет Камюнин. То есть не было ни одного текста, который дался бы ему легко. Он без конца переписывал. Он без конца выходил в какой-то форме, которую он считал совершенной. И более того, он без конца выходил на протяжении всего своего творчества к такой форме, которая была зафиксирована в определенной формуле. Форма, которая зафиксирована. И вот это и есть, ну, некий, если хотите, ключ понимания того, что происходило с Камюн вот в плане создания романа. То есть, когда он работал над тем или иным произведением, которое он по разным причинам решался называть роман, в его голове была точная формула, этого романа. То есть он должен был выйти к этой формуле. Ну, приду, наверное, я думаю, многим известную формулу из рабочих четрадей Камюн. Еще одно отступление в плане существования русских переводов Камюн. Камюн присутствует в русской культуре, замечательно, существуют разные переводы. Вот последнее издание, предпринятое, я уже сейчас даже не помню, каким издательством. Ну, я думаю, это очень крупное издательство. То есть там несколько томов. И вот эти самые рабочие тетради Камюн, они там обозваны совершенно произвольно, без учета всякой как бы мысли Камюн, записками абсурдиста. То есть это полный нонсенс. То есть не было никаких записок абсурдистов, не было никаких дневников Альбера Камюн, так же, как вот и не было дневников, скажем, Шарля Бадлера. То есть это не были писатели дневникового письма, которые пишут изо дня в день, чтобы там излить какие-то переживания. Нет. Были рабочие тетради. Это нужно понимать. Так вот, то есть это скажем, Камюн в этом смысле полная противоположность Андрея Жида, которого считал одним из своих главных учителей. А Жид пишет дневник, многие страницы, каждый день издает при жизни этот дневник. То есть нужно понимать, что дневник в литературе это совсем другое. И тем более вот эти записки абсурдиста тоже какой-то полный нонсенс, полный абсурд, если вспомнить одно из понятий самого Камюна. Так вот, примерно вот в тот момент, когда в нем начинает созревать замысел постороннего, Камюн выводит формулу будущего романа. Формула, которая определит и всю силу, и если можно сказать, и всю слабость этого романа, слабость в кавычках. То есть вот эта формула мыслят только образами, если хочешь быть философом, пиши роман. Вот он выводит эту формулу, и на самом деле вот эта формула, она будет в его сознании присутствовать, и в то время, когда он будет писать сам свой первый роман «Счастливая смерть», от публикации которого он откажется, и который будет опубликован только после смерти писателя, поскольку по разным причинам Камюн не счел его удачно, и эта формула будет присутствовать в работе на постороннем. То есть хочешь быть философом, пиши роман. То есть роман изначально, я имею в виду посторонний, соединял в себе вот такую двойственную задачу, то есть претворение определенной философской концепции в повествовательном тексте. В этом сила, и в этом повторяю в кавычках некоторая слабость этого романа. И такие, такого рода формулы, они как бы есть по отношению к каждому крупному такому опыту в прозе. Есть такая формула по отношению к чуме, есть такая формула по отношению вот, скажем, к падению к крупному произведению 50-х годов. Есть такая формула, приведу ее уже, чтобы как бы закончить это выступление по отношению вот к роману, который не был закончен камью, над которым он работал, когда погиб, да, он погиб 4 января, если я не ошибаюсь, 61-го, 60-го года, сейчас путаюсь, вот, и в портфеле его была обнаружена эта рукопись романа, который потом также был издан, черновик романа, первый человек. Так вот, такая, не менее красноречивая, но формула, но формула уже как бы, где камью оперирует именами собственными, формула, высказанная в отношении не собственной этого замысла, но формула, явно присутствовавшая в его сознании, когда он писал первого человека. Итак, вот эта формула по отношению к первому человеку. Многое располагает сегодня художников к тому, чтобы усвоить бесов написать свою войну и мир. То есть, вот эта формула, которая, ну, просто вела камью в самом конце 50-х года. Написать свою войну и мир. Разумеется, войну и мир он не написал, но то, что мы можем прочитать под названием «Первый человек», повторяю, это черновик романа, это, по крайней мере, детство. Детство, вот так, как бы, может быть, его написал камень. Так вот, возвращаясь к этой фразе, на которой бьется Жозеф Грант, одним прекрасным утром в мае месяце, элегантная амазонка, сидя на великолепной игреевой кобылице, несла раз по цветущим аллеям Булонского леса. То есть, эта фраза очень странная, но в ней, как бы, действительно сказывается много дорогого для камень. Вот в тот момент, когда Жозеф Грант выводит эту фразу, то есть, это примерно середина сороковых годов, то есть, это еще не победа, это еще не окончание Второй мировой войны, но эта фраза, сама эта фраза знаменует резкое изменение эстетических установок Альбера Камью. Повторяю, посторонний писался под знаком философии и более конкретно под знаком философии абсурда. Чтобы прочитать более или менее верно в соответствии с авторским замыслом, постороннего нужно в пандам к нему читать миф о Сизифе, то есть, ключ к постороннему в мифе и Сизифе философской эссе, ну и, конечно же, надо еще в пандам читать или смотреть, сейчас уже это можно сделать, даже в России, калигуру, то есть, пьеса. То есть, вы смотрите, еще одна особенность творческого развития Камюн. То есть, он не то, чтобы загонял свое творчество, свой творческий путь в такие рациональные формулы, вот, он еще и как бы мыслил свой путь вот определенными такими циклами, то есть, определенными этапами. Он использовал слово цикл, имея в виду, что он возвращается к этому циклу уже на каком-то другом уровне. И так, в творческом Камюн он сам выделяет, в своем творчестве он сам выделяет, это можно легко проследить по дневникам, когда он пытается все-таки, повторяю, если не загнать себя вот в эти рациональные рамки, но тем не менее, как-то смыслить, что же с ним происходит. Три таких больших периода, три эпохи, три стадии, или три цикла. Это абсурд, так, потом бунт, и третий цикл любовь. То есть, вот, первый человек, это должен быть роман, должен был быть роман о любви. Итак, повторяю, абсурд, бунт, любовь, три цикла. Мало того, в каждом цикле три жанра. То есть, это, чтобы понять, что такое Камюн, это абсолютно классицистический писатель, который мыслит, как вот французский классици, писатель, там, 17-18 веков. То есть, это абсолютно рациональный писатель, несмотря на то, что он пытается выразить совершенно новую тему для того времени, тему абсурда. Итак, в каждом цикле три жанра, три формы. Это роман, это философское эссе, это пьеса. Если мы вернемся к циклу абсурда, это посторонний, это мирный связи, это калибулы. Причем, как бы, Камюн, когда вот он вышел в парижскую литературную жизнь, он даже думал, как бы, издать все эти три книги, они небольшие же, как бы, в одном томе. Все три книги в одном томе. Потому что для него это было нечто цельное. Но нужно понять, что это был 1942 год, все-таки Франция оккупирована немцами, и вообще издательства ощущают некоторый недостаток бумаги, то есть это все-таки капиталистические предприятия, издательство Галимар и так далее и тому подобное. То есть вот тогда, ну, как бы, Камюне удалось осуществить этот замысел, их последствия тоже, книги просто переиздавались, переиздавались, и переиздавались, но вот сейчас вот этот замысел Камюн исполнен. То есть вот последнее полное собрание сочинений Камюн, престижной серии Плеяда, оно именно так и выходит, вот этими циклами. То есть идет цикл абсурда, цикл бунта и цикл любви. Итак, переходим к циклу бунта. Там тоже три формы, да, опять же, роман Чума, может возникнуть вопрос, в чем там заключается бунт, я охотно на него отвечу потом. Собственно, эссе «Бунтующий человек», эссе «Бунтующий человек», совершенно странное, эссе, появление которого сделало Камюн посторонним литературному Париже, то есть из-за которого он рассорился буквально со всей французской литературой того времени, то есть эссе, которое не было понято, не было принято, если и было понято, то единицами, не было принято французской интеллигенцией никак. И пьеса, она является написан буквально в Пандамо к чуме, это осадное положение. Но сюда же, к этому циклу бунта, можно отнести пьесу, которая нам, жителям Петербурга или вообще россиянам, русским, должна быть особенно дорога. это пьеса «Праведники». Пьеса «Праведники», тоже относящаяся к циклу бунта, пьеса из истории русского терроризма. Из истории русского терроризма пьеса, воссоздающая эпизод покушения на великого Москве, на великого князя Сергея Иваном Каляевым. Страшная пьеса, странная пьеса. Работали над ней Камью много работал с различными эмигрантскими изданиями, которые он не считал безусловно по-русски, но которые для него переводили. То есть он живо интересовался этой проблемой. И, как это не продакционно, вот сейчас эта пьеса «Праведники», то есть пьеса из истории русского терроризма, она едва ли не самая востребованная из театрального репертуара Камю во Франции. И, чтобы уже закончить с этой периодизацией, конечно же, должен был бы быть, подчеркиваю, должен был бы состояться цикл любви. Опять же, в трех формах, в трех жанрах. Продолжение следует...